У нас настолько перегружен уже наш двор, ну просто вот даже не проехать, не пройти, скажем так, грубо, да? Если, не дай бог, что-нибудь случится, это вот только наш дом может еще спастись, да? Все остальное внутри, чтобы вот сюда подъехать, это очень проблематично. Потом детская площадка, вот сейчас вот все, мы пытались, ну сейчас даже боится дворник туда подойти. Разгрузка идет практически непосредственно, вот детская площадка, мы просто сейчас этого не видим, ну вот если сейчас кран начнет поднимать, мы увидим поддоны с раствором, кирпичи, вот даже вот так вот видно, если вот, видите, кирпичи стоят. Мы от дома к дому пройти не можем, из-за этих многоэтажных домов. А что уже говорить о другом, не то, что с детьми негде выйти прогуляться, пройти невозможно. Так что вот мы считаем, что наши требования и желания наши, чтобы были соблюдены нормы и правила, они нарушаются, и просим это строительство прекратить. Я очень хорошо понимаю людей, которые не хотят жить в условиях точной застройки. Есть общая политика государства нашей Самарской области, города Самары по недопущению точной застройки. Но, к сожалению, у нас такие точки продолжают на карте города появляться и становиться в полном смысле этого слова горячими. Хорошо, что жильцы здесь ведут себя достаточно корректно. Наверное, сказывается все-таки то, что это центральная часть города и близость театра рядом. Но если завтра люди, например, выйдут на какую-то акцию протеста, окружат этот дом, потому что детская площадка, находящаяся у меня за спиной, это просто издевательство. Есть вопросы к безопасности, технадзору этим придется тоже разбираться, потому что стрела башенного крана фактически проходит на детской площадке. У нас на сегодняшний день проводится проверка по обращению к инициативной группе. Вот здесь товарищи обратились после того, как суд отказал в иске граждан. Вот именно с этой целью, которую сейчас было озвучено, специалистами, компетентными в этом вопросе, я полагаю, прежде чем обратиться в суд, неформально, не для получения повторного отказа, необходимо полностью провести проверку по всем доводам изложенным. У каждого есть свое мнение. Закон один. И, безусловно, мы должны на него равняться. Вот какие результаты будут проверки, которые будет проводить прокуратура Ленинского района по поручению прокуратуры города, безусловно, их нужно учесть при предъявлении иск.